Всем привет! Вот этому чайнику 14 или 15 лет. Ну не меньше 14 точно. Но я думаю лет 15 где-то этому чайнику. И все эти года он служил верой и правдой. Очень шикарный у него свисток. Просто обалденный. Я его купил на обычном базаре в городе. Тогда смотрел разные чайники. И продавец мне посоветовал именно вот этот. Потому что говорит он классный. И вот действительно 14 лет по минимуму он отработал просто замечательно. И вчера он потек. Но вообще под носиком вот здесь у него видите потеки. Они появились уже давно. Как бы он сочился. То есть уже было понятно, что надо подыскивать новый чайник. Но как бы еще не протекал. Я его чистил постоянно лимонной кислотой. Вон внутри он чистенький. А это решил почистить адипинкой. Антинакипином. А здесь в составе не лимонная кислота. Здесь у нас сульфаминовая кислота. И адипиновая кислота. Которые намного сильнее чем лимонная кислота. Если лимонная кислота там по краю не все растворяла. Но я просто не дожидался наверное. То вот эта штука очень ядреная. Намного сильнее. И растворила все. И в итоге вот здесь он потек. Но по характеру видно, что здесь у нас прогорело не вчера. А достаточно давно, но из-за накипи, которая там была, он не протекал. И адипинка у нас все это растворила. Все накипи потек. Видите? Ну, дело не в этом. 14 лет чайнику. И вот смотрите, видите? Вот такая модель. Сейчас, к сожалению, у таких чайников нету. Они не продаются. Есть очень похожие. Вот буквально один в один. Но только внешне. По факту они другие. Другие фирмы, другие названия. Металл не такой, как здесь. И судя по отзывам, там и свисток хуже свистит. Ну, в общем, внешне вроде бы то же самое. Но по факту совсем не то же самое. И взамен этого чайника мы купили вот такой. Тефаль на 2,5 литра. Есть, в общем-то, похожая модель такая же на 3 литра. Но то да не то. Там и металл тоньше, и как-то он вроде больше, но он легче. Ну и по отзывам тоже люди пишут, что 3 литровые хуже. Поэтому я взял именно на 2,5 литра. Дайте я вам сейчас покажу его. Выглядит он вот так. Надпись TEFALLE. В руке чувствуется, что это вещь, что это очень хороший металл. Кстати, давайте его взвесим. Весит он 853 грамма пустой. Очень нравится система открывания. Кнопочку нажали, и у нас свисток приподнялся. Нажали, он закрылся. Наливается, как и обычный чайник, через верх. Что мне понравилось, что нету бортика. Вот этого бортика, который здесь, который, в общем-то, металл и прогорает со временем. Здесь его нету, то есть, ну, как в старых добрых советских чайниках. Это чайник для любых типов нагревательных приборов, кроме индукционных плит. На индукционной плите его ставить нельзя. Но есть другие модели, но, как я уже сказал, они мне не понравились. Они какие-то более хлипкие, на мой взгляд. Здесь же все сделано просто превосходно. Естественно, сделано в Китае. Ну вот, мне просто интересно. Я не помню, насколько объем этого чайника. Здесь максимальный уровень, это вот по началу носика. То есть, он вроде как бы большой, но воды мы наливаем меньше. Ну и здесь вот уровень максимум тоже вот по носик. Поэтому, скорее всего, он будет меньше. Не, очень красивый. И вот в руке держишь, блин, ну маешь вещь. Так, ну и мне интересно, вот со старого чайника налью. Так, смотрим на уровень. У них вместимость одинаковая. То есть, смотрите, вот этот кажется больше чайник, чем этот. Но вместимость у них абсолютно одинаковая. Что этот, 2,5 литра получается, что этот, ну я в литрах не мерил. 853 грамма он весил. И сейчас он весит 2,950, ну 3 килограмма, грубо говоря. Вот, то есть, реально получается где-то 2,2 литра. Ну, правильно, мы же доверху его не наливаем. А они всегда считают объём у нас полностью. То есть, 2,2 литра помещается, что сюда, в этот чайник, что в этот старый. Хотя, новый Tefal выглядит намного компактнее, намного интереснее. Ну, давайте посмотрим, как он закипит у нас, как засвистит. Звучит музыка. Звучит музыка. Ну, вот такой у него сигнал. Достаточно приятный, в интернете я читал, что громкий, противный, но нет. Совершенно не противный, как бы и не громкий. Старый чайник свистел у нас громче, чем этот. Ну, это даже хорошо, что он тише, потому что ночью, допустим, когда дети спят, этот звук приятнее, чем у старого чайника. Так что, чайник мне очень нравится, ручка не нагрелась, я спокойно могу её держать рукой. Вообще, очень большой плюс, ну, и в том чайнике, в старом и в этом, что ручка не складывается. Она у вас не подгорит, не оплавится и не нагревается, потому что она вверху находится. Нужно спокойно брать и тут же наливать без всяких тряпок. Ну, крышка в старом чайнике лучше. Видите, она цельно металлическая. Полностью металл. И она очень хорошо закрывалась. Именно четко так раз, легенько. Ну, классная крышка. Здесь крышка на двух саморезах, тут пластик, и она закрывается уже сложнее. Плюс, что она больше по диаметру, но вот эта крышка закрывалась лучше, чем в этом. Это, в принципе, единственный минус, который я нашёл, это вот такая крышка. Лучше они сделали бы её вот такую. Гарантия на чайник идёт 2 года, ну и срок службы написано, что тоже 2 года. Ну, понятно, что служить он будет дольше. Купил я его в магазине Вольтмарт за 2339 рублей. Ну, почему в Вольтмарте? Потому что в других магазинах наличия его просто не было. А я хотел именно вот эту модель. В принципе, всё. Чайником я пока очень доволен, и могу его действительно рекомендовать. Пока у меня впечатление о нём очень даже положительное. Если что, напишу в комментариях. Всем пока, до новых встреч, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok